Канобу.ру представляет Пожалуй, даже легендарных мафиози ловили быстрее, чем разрабатывали эту игру. Но расстроенные Доны сели за решетку, и о них все забыли. А с «Мафией-2» все наоборот. Ее столько лет ждали, после чего сели. Ну, сели поиграть. И спустя день-два с облегчением вышли на свободу. Удивительно, сколько трейлеров нам показали за это время, но при этом авторы сохранили некую интригу. На постерах и в роликах герои вечно ухмыляются и устраивают задорный мордобой под рок-н-ролл. Но в игре все иначе. Назовем это жизнью. Ведь за легкими деньгами здесь всегда стоят жирные боссы. А за 10 виртуальных лет вы столкнетесь со всеми бедами. От предательств, нищеты и тюрьмы до смерти близких людей и даже войны. Потому что нашего незадачливого иммигранта, едва представив, тут же отправляют на историческую родину под пули нацистов. Ведь его и за человек-то не считают, если и в кармане пусто. Сюжет «Сердце мафии». Ради него закрываешь глаза на любые ее недостатки. Сколько в сети было споров насчет озвучки, картинки, линейных перестрелок и отсутствия дополнительных миссий. Отрицать недостатки бессмысленно. Но, на наш взгляд, практически все они покрываются возможностью окунуться в эту эпоху и открыть для себя интересную историю. Ничего, тачка. По штату положено. Знаю, тебе сербит увидеть своих, но сначала по пиву. Конечно. Рассказ о жизни главного героя Вито Скалетты разбит на главы и не размывается множеством дополнительных миссий, как в GTA. Хотя вместе с тем, отчего-то вторая мафия напоминает Фейбл Питера Мулинье. Хотя она и не революционная для такого-то долгостроя. О да, скорее старомодная. Забудьте о надоедливом мобильнике, который в Grand Theft Auto постоянно отвлекал от дела. Хорошо все это или плохо, каждый решит сам за себя. Но, что действительно радует, Задания переигрываются не с того момента, как вы усаживаетесь в машину и минут пять тащитесь на дело. Правда, местами сохранения не помешали бы. Да и авторы могут затянуть сцену в воспитательных целях. Например, чтобы продемонстрировать игроку, какая же тяжелая профессия грузчик. Грузчик, грузчик, парень работящий. Грузчик, грузчик, рев кладет и тащит. Все, кто может деньги правильно посчитать. Грузчикам, конечно, детстве мечтали стать. Вито, парень работящий. Вот только работа, занятие для слабаков. А потому его друг Джо, слегка смахивающий на кузена Романа, едва ли не с приезда подбрасывает новые задания. Что забавно, к ним так аккуратно подводят, что почти исчезает ощущение игры. Просто жизненные ситуации. Шпионские вылазки, погони, грабежи. Причем в начале игры Вито обижает только плохих парней и полицейских Которые наверняка тоже плохие Нам просто об этом не сказали Ощущение игры приходит, когда за плечами уже большой жизненный опыт Или в перестрелках и драках Вот тут начинается форменная кнопка давительства С пальбой и укрытиями, которые не всегда спасают С другой стороны, декорации постоянно сменяются Да и сам Эмпайр Бэй предстает перед нами то в зимнем варианте То в ярко-зеленой летней расцветке Только жители ходили по гололеду, скрюченные от мороза Как спустя каких-то десять лет Они разъезжают по городу на Кадиллаках и слушают рок-н-ролл Мир изменился И игрок удивляется этому вслед за главным героем Увы, затем Вито замечает, что изменились и знакомые ему люди Хотя нет, люди не меняются Мы просто мало о них знаем Иди ты, звезда с ушами Ты что, других слов не знаешь? Сюжет выполнен отлично Герои хорошо А их анимация удовлетворительна Но нет никакого желания раскладывать «Мафию 2» на составляющие Потому что ее главное достоинство — эпоха и история Которая, правда, рассказывает о мальчике на побегушках Если же отбросить и сюжет, и модные декорации Придется признать, что «Мафия 2» не полностью соответствует ожиданиям от лучшей игры года И уж тем более десятилетия Но как ни крути, ждали ее так долго, что оценки вряд ли имеют значение Субтитры создавал DimaTorzok